Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я в инстаграме в вопроснике спросила вас, стоит ли снимать влог, если ничего интересного сегодня в жизни не произойдет. Просто обычный мой день, и большинство проголосовало за то, что да. Кстати, открыла инстаграм, не знаю, надолго или нет, но прям при открытом инстаграме очень хорошо подписываются люди. За вчерашний день на меня подписалось 400 человек, прикиньте, 400. Поэтому лучше, конечно, инстаграм оставлять открытым, чтобы зрители не только из непосредственно ютуба переходили ко мне, но и просто в инстаграме в рекомендациях я выходил, возможно, кто-то, что подписался на меня. Вот, поэтому целесообразнее будет его оставить открытым, но почему-то, когда он открыт, много бывает хейта, люди, которые просто проходят мимо, напишут какую-то гадость и пройдут. А так просто чисто мои подписчики, люди, которые меня любят, пишут что-то хорошее, что-то советуют. Поэтому не знаю, насколько хватит моих нервов. Возможно, в скором времени закрою, но видно будет. Так, сегодняшний мой день начнется с маникюрчика для мамы. Будем делать покрытие гид-лака, коррекцию. Мама уже все прям разваливается. Уже давно пора было делать, я все откладывала, откладывала. Вот, как раз сегодня настал тот день. Кстати, кому интересно, у меня вот такая вот лампа. Sun 6S очень хорошо сушит, буквально за полминутки. Аппарат для коррекции, он у меня вообще ветеран, так скажем. Очень давно покупал, но при этом нравится. Единственное, вот эти фрезы постоянно меняю. Сейчас тоже забилась, она уже у меня. В этот раз мама самостоятельно убирала длину. Здесь у нас есть сколы. Учитывая, что мы клеили обои, делали кое-какую работу на квартире. Ногти стали матовыми. И вот. Но ничего, сейчас все исправим. Ну все, мы управились за 2 часа. Как тебе, мами? Нормально. Ей на самом деле не понравился цвет. Да-да. Я ее уговорила на этот, но ей что-то не очень понравился. Это Blue Sky. Какой-то оттенок вот. 0,68. И он ложится плохо. Да, и немного сложно он в работе. Но ничего, походишь 2 недельки, поменяем. А у нас, значит, шашлычок на всю семью. Приготовили все ингредиенты сами. Отвезли в ресторан, который находится внизу нашего дома. Вот. Потому что мне больше нравится, как готовит именно маринад мама. Получается очень вкусно. Я сниму мукбанг, а все остальные тоже будут кушать. Это я вам показываю, потому что многие заботятся о том, что я не кормлю домашних и все сжираю сама одна, только на мукбанге. Купили вот такие вот обновочки для Твикса. Две миски. У него есть одна хорошая миска, а вторая сломалась. Поэтому решили в комплекте купить. Классно, да, смотрится? Зелененький. Я хотела взять розовый. Мама говорит, у тебя не девочка, а Твикс пацан. Поэтому берем зеленый. Очень мило смотрится. И такой ковшик просто для дома понадобится. Можно даже в деревню взять с собой. В одну мисочку нальем водички. А в другую тупой корм. Ну что, идеально по мне. Осталось позвать красавчика сына. Шашлычок мы, значит, поели. Мукбанг я сняла. Сейчас мы хотим с мамочкой пройтись по магазинам и посмотреть, сколько же стоит кухня. Возможно, если варианты нам понравятся, возможно, уже закажем. Или, наверное, все-таки они приходят, да, вам сами и измеряют, где что. Просто вместо расположения мы знаем, да, где будет мойка, где что. Хотим посчитать. Посмотрим, какие материалы, сколько обходятся. Как раз все покажу в подробностях. И цены, что вы могли сравнить с ценами у вас в городе. По дороге мы увидели магазин, который открылся около нашего дома. Мама буквально две недели ждала открытия, потому что мама любит посуду и всякую такую утварь. Конечно, выбор здесь большой, но цены так же, как и везде. Нам понравилась вот эта плоская тарелка именно для мукбанга. Хотим просто размером побольше. А вот такая штука, мне кажется, идеально подойдет для того, чтобы разложить роллы и, опять же, снимать какие-то видео. Не черный, а именно белый вариант. И просто гора поп-итов. Один оставили для примера, чтобы можно было потыкать. И вот такая вот гора. Выбирай, не хочу. Дальше мы пошли, конечно же, за тем, зачем вышли из дома. Кухонки. Вот эта кухня мне не понравилась, хотя она понравилась маме. Посмотрите, какая щель есть между первой дверкой и второй. Этот вариант, конечно, намного лучше, но, к сожалению, консультант, который работал в этом магазине, не обладал никакой информацией. Она не знает, сколько стоят материалы, что это за материал, расцветки, не знаю, ручки сколько стоят. Единственное, что мне здесь понравилось, это вот эта столешница, которая была сделана из мрамора. Смотрится очень дорого и практично. Затем мы пошли в другой магазин, там уже нам все по полочкам объяснили, дали палитру, рассказали о расценках, где что, сколько стоит. Ориентировочно я вам так скажу, ребят, где-то надо ориентироваться на 12 тысяч за погонный метр. Это минимальная стоимость, дешевле этого просто нет. Конечно, цвета есть разные, выбрать можно на свой вкус и на свое усмотрение. Такой вариант, опять же, стоит дороже, но мне не очень нравится. Я хочу что-то более современное. Что касается самых бюджетных материалов, это вот этот вот материал. Это опилки, проще говоря. Ручки, опять же, можно выбрать любые, но я бы хотела, конечно, без ручек, но это обходится дороже, как мне объяснили. И этот механизм, он не очень практичен на самом деле. Так что, опять же, нужно смотреть по практичности. Все-таки квартиру мы будем сдавать. Эти материалы тоже очень понравились, смотрятся дорого. В общем, матовая поверхность, мне кажется, всегда выигрывает, чем глянцевая. Яркие цвета кухни, это прям, не знаю, моя слабость. Вот я бы сделала такую розовую кухню, но кто будет жить в розовой кухне? Это тоже проблематично. А этот зеленый. Посмотрите, какой нежный зеленый оттенок. Или вот этот фиолетовый. В общем, ну, люблю я подобные цвета, и поэтому наткнулась на эту кухню. Я, кстати, в инстаграме вам ее уже показывала. Многие написали мне, что это очень-очень непрактичная глянцевая поверхность, тем более без ручек. А с ручками все смотрится намного проще, как-то по-обычному, если честно. Вот здесь в кухне дороже намного, но варианты видно, что более такие, знаете, цивилизованные здесь. Здесь видно, что работают профессионалы. Очень аккуратно все сделано. Люди разбираются в этом деле. Ой, пришли мы домой. Я так устала. Ужас какой-то, как будто таскала кирпичи. Зашли где-то в 5-6 магазинов. Мы еще не заказали. Сказали, что сначала нужно провести газ на кухню, затем уже заказывать мебель после этого. Что я могу сказать по ценам? Погонный метр в среднем стоит 250 монат. Есть где чуть дешевле, есть где чуть дороже. В одно место мы зашли, девушка не знала абсолютно ничего. Там еще был мужчина, он тоже абсолютно не разбирался. То есть спрашиваешь, сколько стоит этот материал? Она говорит, я не знаю. Я говорю, а есть какие-то расцветки этого материала? Она говорила, я не знаю. В общем, ничего не знала, поэтому там было вообще очень бюджетно. Но проблема в том, что проконсультировать нормально нас не смогли. Девушка абсолютно просто не разбиралась в мебели. Я даже не поняла, почему ее туда устроили на работу. Потому что никакой информации она не давала. Она говорила, позовите мастера, то есть позовите дизайнера. Он вам все посчитает. Но когда ты зовешь домой уже дизайнера, это уже говорит о том, что ты уже собрался заказывать. А пока я конкретно не знаю, сколько стоит эта петля, чем отличается эта ручка от той, как я могу совершить заказ. В общем, мы в одном месте уже выбрали. Цена более-менее такая приемлемая. Есть ручки с ручкой, в общем. А есть такой механизм, так нажимаешь и автоматически открывается. В общем, мне больше нравится механизм, который вот так вот нажимаешь и открывается. Но, к сожалению, говорят, что это непрактично. Даже дело не в цене. Там разница в цене небольшая. Просто мы объяснили, что мы хотим эту квартиру в дальнейшем сдавать. Нам сказали, что если собираетесь сдавать, нужно брать что-то попрочнее. Даже не самый бюджетный вариант кухни, а именно тот, который будет попрочнее. Чтобы долго служил, все равно вам там не жить и все дела. Нам объяснили так. В общем, выбор мы свой сделали, можно сказать. Осталось определиться с цветом. Но с цветом мы определимся, когда уже выберем обои. Из-за этого будем исходить. Но, в принципе, я так поняла, что я хочу приблизительно. Плюс-минус. Просто не знаю, выбрать матовую кухню или все-таки глянцевую. Мне кажется, матовая более практичнее. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение. Какую кухню стоит брать, какую нет. Какие-то тонкости, возможно, с которыми вы сталкивались. Мамочка тут готовит вкусняшу и снимает рецепт. Мам, это так и останется. Может быть, еще лучше. Можно мукбанг даже снять. Какая красота. Ням-ням. А я такое ощущение, что приболел. Мне так голова болит. Мне кажется, это из-за кондиционера. Врубаем на полную, ложимся спать. Из-за этого, видимо, у меня болит горло. У меня прям такое странное состояние. Надо быстренько выпить тарафлю, чтобы решить проблему на корню. Без осложнений. Берем из пакетика одну тарафлюшечку.